Последнее в статусе президента обращения Обама к Конгрессу вызвало в Америке волну обсуждений. И то, что в первые речи предваряла рекламная нарезка, и то, что он пытался держаться крайне фривольно, это уже назвали ролью на Оскар, он, конечно, в очередной раз повторил любимый тезис об исключительности нации. Но заявление «Я за последние пять лет не испытывал такого оптимизма, как сейчас», заставило многих поднять брови. Ведь Обама подводил итог своей программы «Четырёх перемен». И в результате оказалось, что за два срока тот, кто считал себя прогрессивным реформатором, сыграл не более чем в ничью с консервативной Америкой. Но коллега Анатолий Лазарев слушал прощальную речь Обамы и подводил свои итоги. Чем стали для Америки годы при Обаме первым чернокожим президенте, авансом получившим миллион, Нобелевскую премию за мир и аванс этот пустившим по ветру. Украсть закусочными портретами президента Барака Обамы и комика Билла Косби – это удачный рекламный ход. Сошли четырёх год назад владельцы этого заведения. И популярные артисты, главы государства бывали здесь, что должно было привлечь дополнительных клиентов. Но в итоге оба граффити из двигателя торговли превратились в её тормоз. Косби, некогда народный любимец, сделавший карьеру на семейных комедиях, сейчас под залогом в миллион долларов ждёт начала судебного процесса. Более 50 женщин заявили, что стали жертвами сексуального насилия с его стороны. Также в прошлом осталась и популярность Обамы. Суцопросы показывают, что уже три года недовольных его действиями стабильно больше, чем тех, кто удовлетворён политикой нынешней администрации. По последним данным, 61% против 38 одобряющих. И традиционное ежегодное послание президента о состоянии дела в стране этот разрыв не уменьшило. Президент США. Эта речь, седьмая по счёту и последняя для Обамы, по мнению многих, и в зале, и у телеэкранов, стала самой пафосной и несодержательной. Общее настроение, коротко и ёмко, сформулировал один из главных претендентов на пост президента США, республиканец Дональд Трамп. Адресованная Конгрессу речь действительно скучная, медленная и вялая. Очень трудно смотреть. Пол Райан, спикер Нижней палаты, видел выступление Обамы с необычного ракурса, с затылка. Журналисты потом спросили у Конгрессмера. Как впечатление? Очень тяжело ничего не делать, целый час. Из уважения к Конгрессу я сидел с непроницаемым лицом, хотя был не согласен почти со всем, что Обама говорил. За семь лет мы хорошо узнали Обаму. Он говорит о таком мире, который хотел бы видеть, а не о том, что есть на самом деле. Это очень близорукая позиция, которая уже приводила к серьезным последствиям. Речь Обамы транслировалась в прямом эфире, и все телезрители видели, с каким воодушевлением слушает своего верховного главнокомандующего руководство американского генштаба. Соединенные Штаты Америки – самая сильная держава на Земле. И точка. Точка. Никого даже рядом нет. Никого даже рядом нет. Никого даже рядом нет. Мы тратим на вооруженные силы больше, чем ближайшие восемь стран, вместе взятые. Эти кадры вызвали столько насмешек у американцев, что Белый дом потом даже перемонтировал записи выступления. Вот тот же самый фрагмент послания. Каменных лиц генералов уже не видно. Но теперь всем бросилось в глаза, что они сидят, когда весь зал встал. Тезис о величии армии США не вызвал у них явного удушевления. Мы посылаем наших солдат умирать в гражданских войнах других государств. Это нужно остановить. Мы уже потратили слишком много ресурсов, загнали себя в угол. То, что мы являемся самой сильной страной в мире, не означает, что мы должны вмешиваться во все конфликты. Тема безговорочного, по мнению Обамы, мирового лидерства США прошла красной нитью через всю речь. Хотя даже, судя по ее названию, о положении дел в стране, главная ситуация дома. Опросы показывают, что наша репутация лучше, чем когда я был избран на эту должность. Когда речь идет о любом важном международном вопросе, люди всего мира смотрят в поисках лидера не на Пекин и Москву. Они зовут нас. Назвав именно Китай и Россию, Обам, возможно, сам того не желая, обозначил тех, кого рассматривает как главных геополитических соперников США. То есть, альтернативными Вашингтону, мировыми центрами силы. Хотя в последнее время постоянно говорил, что считает Россию державой регионального значения. Немецкие журналисты недавно поинтересовались у Владимира Путина, что он думает по этому поводу. Как вы восприняли слова американского президента о России как региональной державе? Это и в мнении, так же, как и в мнении, мне известно о том, что американская нация и Союзные Штаты являются исключительными. Я не согласен ни с тем, ни с другим. Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идёт речь. Надо посмотреть на карту и сказать, это какая, европейская часть или восточная часть, где у нас соседними являются Япония и Соединённые Штаты, если иметь в виду Аляску и Китай. Это азиатская часть теперь или это, скажем, южная часть. Или посмотреть на север. А у нас на севере, по сути, мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. Или на юге. Где, о каком регионе идёт речь. Я думаю, что рассуждение о других странах, попытка рассуждения о других странах в уничтожительном порядке – это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция. Сравнив подготовленный для Обама текст и то, что он реально произнёс, аналитики выяснили, президент часто отступал от заготовки. Такой импровизации, вызвавшей в итоге недоумение и шквал едких комментариев, стал ещё одним пассаж про Россию. Россия направляет ресурсы на поддержание Украины и Сирии – государств клиентов, которые ускользают из её орбиты влияния. Тут же последовали болезненная реакция в Киеве и смех в США. Колумнист Washington Post Джексон Дилл написал в своём твиттере. Так Обама думает, что Украина – государство-клиент России? Неудивительно, что он не хочет поставлять Киеву оборонительное вооружение. Лучше всех про внешнюю политику Обамы сказал этим летом президент Джимми Картер. Мол, он не знает ни одного места в мире, где нынешняя администрация Белого дома за все эти семь лет укрепила позиции США, а не ослабила их. Немало критики вызвало и неожиданное предложение Обамы к Конгрессу по борьбе с ИГИЛ. Если Конгресс этого созыва серьёзно намерен выиграть эту войну с терроризмом и хочет послать сигнал нашим войскам по всему миру, то вы должны, наконец, разрешить использование вооружённых сил против группировки ИГИЛ. Проголосуйте! Это разворот на 180 градусов. Обама категорически отрицал возможность участия американских солдат в сухопутных операциях. В последний раз всего еще и больше месяца назад в обращении к нации. Обама совершенно оторван от реальности. Затронув тему Сирии, он говорил об успехах в налаживании там жизни. Но ведь именно он ответственен за развал этой страны, за смерть 250 тысяч человек, за кризис с беженцами. В своем последнем послании Обама не столько ставил задачи, например, объявил о начале большой госпрограммы по борьбе с раком, сколько подводил итоги. По его словам, экономика растёт, создано 14 миллионов рабочих мест. Потом выяснилось, что президент приукрасил. Не 14 миллионов, а чуть больше 9. Во вторник вечером я увидел передачу «Сказки с Бараком Обамой». Звучало так, будто дела у нас везде отстоят просто замечательно. Вот только это не так. А следующему президенту придется много потрудиться, чтобы расчистить завалы после нынешней администрации. Телезрители не проявили особого интереса к посланию уходящего президента. Более того, по данным компании Нилсон, установлен антирекорд. Худший результат с 1993 года. Так плохо не смотрели ни Билла Клинтона, ни Джорджа Буша, ни даже самого раннего Обаму. Американцы присытились и ждут ноября, когда будет возможность привезти на политическую кухню нового повара. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Анастасия Берестен. Первый канал. США.